Вышла, Ростняк, Сталина Васильевна? Ну, до сегодняшнего дня я была. Какого? 1800... Какого вы? 1800... Какого вы года, Сталина Васильевна? Я? 39-го. 39-го? Да, только 900, не 800, а 900. Сталина Васильевна, зачем вы курите? Вот скажите, объясните мне. Вы какой пример подаете молодым девчонкам? А я им говорю, чтобы они не курили. И что, они смотрят на вас и говорят, а мы такие же будем красивые, молодые, как и вы. Вы же подаете просто ужасный пример. Это ужасно. Но внук у меня не курит. А Андрюша курит? Андрюша не курил до университета. Тоже начал курить? Да. В общем, я понял, это не вопрос примера, это вопрос каких-то генов, да? Вот сидят какие-то... Наверное. Нет, но у меня не гены. Я начала курить, когда у меня большая беда случилась. Тогда я начала курить. А так я до 24 лет не курила. А в 24 года мне было, случилась одна вещь. И мне девчонки говорят, закурили. Я шкала курить. И курила. Руки им, байкин, плеченка. Солнце. По солнцу. Угу. Приму. Приму. Потом я перешла на папиросы. Я курила Беломорканал, Салевая, Казбек. А потом пропали папиросы. Шкала курить. Знаете, с каких сейчас девчонки курят? Не знаю. Я вам докладываю. Лет с 12, с 13 начинают уже курить. Помню. Ну вот они-то зачем курят? Они на радостях, наверное. На радостях. Ну да. Друг за другом. Одна закурила, другая. А как? Она курит, а я не курю. Сталина Васильевна, фильм у нас называется «Легенды русского театра». Поэтому рассказывайте. Вы же легенда. А что рассказывать? Ну что-нибудь легенду какую-нибудь. Какую-нибудь легенду. Ну, например, я не знаю, легенда это или нет, но вчера меня так насмешила моя соседка с подъезда. Идем, она идет, открывает дверь. Ну, входную в подъезд. И я иду. Она говорит «Сталина Васильевна, я сколько на вас смотрю и думаю, боже, как она похожа на нашу актрису Логошняк». А потом вдруг сколько лет живу и все время думаю «Как вы похожи!» А потом «Ведь это же вы!» Я говорю «Да, это же я». Она ходит в театр, да, и не знает. Она ходит в театр, а я в доме-то живу 7 лет вот. И иногда встречаемся, и она вот так похожа. Ну, надо же, как похожа. Принимается легенда красивая. Давайте еще парочку. Нет, с десяток вас легенд. С вас 10 легенд. Первая принимается. Хорошая легенда, да. Ну, не знаю, какую легенду еще раз сказать. Про Николая Антоновича. Вы же его должны знать еще, когда он мальчишка бегал, да, наверное? Нет, ну, мальчишка, я его не знаю. Уж вы меня такой древний делаете. Поверьте. Я его актером знала. В театре, да? Да. Ну, когда он еще... В украинском театре потом... Эй, наливай, заливай. Говорят, он хорошо закладывал свое время. Я этого не знаю. Я никогда этим не интересуюсь. Кто сколько пьет, кто с кем спит. Если это мешает работе, то да. А что, может что не мешать работе разве? Ну, если, например, человек после какой-то премьеры пришел домой. Это ж, ну, тут немножко, как бы, переложил, что ли. Пришел на работу нормальный, здоровый. Почему нет? Или там... Ну, что так бывает, что после премьеры символически по 50 грамм и по домам... Нет, почему? Там же, наверное, как гу-гу и пошло, и поехал. Нет, ну почему? Мы же, как бы, мы же не пять минут сидим после премьеры. Мы же сидим несколько часов. Ну, так вот тоже. Так надо... Закусывать надо? Да, я вас умоляю. Можно закусывать. А день рождения каждый день, наверное, у вас... Ну, и потом надо норму знать. Человек должен знать свою норму. И за нее не выходить. Правильно? А если вышел за норму, ты же чувствуешь, что вышел за норму. У вас какая норма страна? Вы сами напросились. Какая у вас норма? У меня норма. Я могу целый вечер сидеть и вот так вот... Да, вышел. Да. Ну, то есть не один раз, а вот, допустим, там, пять, шесть, семь. В зависимости от того, сколько мы сидим, и... Это... Но я никогда... Я никогда себе не позволяю что-то лишнее. А так, обон кураж. Чтобы весело было. Ну, Андрюша, вас разве не ругают за то, что вы курите? Андрюша... А он меня ругал. Ну. Ругает? Ругал я, даже ему обещала, и даже ему расписку писала, что я... Да вы что? Да вы что? Да вы что? Да вы что? Это было у вас в интервью. Вы нормально-нормально в кино попадете тоже. Да. Вы следующий, кстати, готов, но не сегодня. А потом он мне сказал, мам, ты правильно делаешь, что куришь папиросы. Я говорю, почему? Потому что в папиросах там вот столько табака, а в сигарете много. И он поэтому тоже папиросы шкурил. Скажите, что нужно донести? Ну, вот молодежь сегодня, я вам сказал, да, начинает курить с 12, с 12 лет. Опять же, вы для них очень хорошая реклама получаетесь. Они на вас смотрят. Вот такая цветущая, молодая, 1830, 1932 года, да. И, конечно, они будут тоже курить. Вот какими словами донести, чтобы они не начинали курить? Вообще не начинали. Ходите в горы. Ну, о, хорошо. Лучше ходите в горы. Вообще лифты, чтобы не работали в Николаеве вообще нигде, да, получается? Нет, ну почему? Лифт должен работать, потому что люди же... Ну, а где в горы? И Николаеве нужно пойти в горы. В Крым я в этом году ходила. Вы ходили в горы? Да, два раза. Ну, не говорите хоть это. Хоть в эфир не говорите. Курите, еще ходите в горы. Да еще. Все же самое будут говорить. Да, нормально, можно и курить, и ходить. Ну, и спросите у ребят, с которыми я ходила. Ходила, ходила, ходила. Спросите, как я ходила. Я впереди шла, чтобы... Они же быстро идут. Хорошо, ладно. Как нам все-таки, чтобы молодежь начинала курить, ну, хотя бы с 24 лет, как вы начали. Ну, хотя бы с 24, а не с 13, с 14, когда они еще не родили. Андрюша, что же у вас был? До Андрюши я курила год. Потом бросила курить. Вы мне весь сценарий куртите. Получается, что вы будущий... Мне было 24 года, когда я стала курить. 25 лет я курить бросила. Как они бросили? Когда у каждой школы, у каждого института сидят папки... Да, 26 лет мне было, когда я родила Андрюша. И я не курила. Мне придется все переснимать. Придется все с вами переснимать. Я же не буду врать. Получается... Это что у нас? Кино противотабачное? Конечно. Противо-наркоман. Борьба с наркоманами. Вы же знаете, что Николай Антонович у нас в русском театре наш представитель нашего движения. Родители против наркотиков. Ну так у нас уже очень многие актеры бросили курить. У нас вот Валерий Алексеевич с понедельника бросает курить. Я с понедельника бросаю. Вы с понедельника точно бросаете? С какого понедельника? Да, ты скажите. С какого понедельника бросаете? Вы же подаете пример вашему молодому поколению. Да наше молодое поколение не курит. привезли таки у него есть эта пьеса но все надо ставить которые для города это было бы очень надо ставить значимое где можно перед началом делать беседы врача где можно общественность они я думаю парочку наркобарых у тут расстрелять у вас во дворе это было самое реальное ну или хотя бы это не вы но в китае или сжечь так парочку хотя бы мы не имеем права лишать жизни людей они люди которые детям детям продают наркотик какие это это другое дело я только сейчас о детском мы только сейчас говорим о детском и снимаю фильм только о детском вреде курения понимаете в чем дело дело в том что у нас сейчас люди озабочены зарабатыванием денег тем более тем более так поэтому и поэтому родители в общем-то не всегда не то что они 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 пропускают какой-то момент вот у меня например был такой момент мне учительница сказала что мой сын курит я пришла домой говорю сына ты куришь а у классе в четвертом андрюша в четвертом начал да нет он не начал учительница мне сказала что он курит а я говорю этого не может быть потому что я стираю его брюки его пиджак никогда нигде я ничего не нахожу а курим мы с мужем вдвоем он курит bt я курю беломор канал все у нас открыто и никогда не нигде я не видела чтобы пропал какая-то папирожка или сигарета или пачка я спрашиваю игры сына ты куришь он говорит нет я рисунок скажи мне правду потому что учительница сказала что она видела тебя вот так же ребятами там шоу он говорит ребята курят а я не курю я говорю точно ребята курит но он знает он говорит ну мам я говорю но я спрашиваю не для того чтобы сказать учительница кто курит а я просто хочу знать. Да, курят. А ты не куришь? Нет. Я не курю и курить не буду. Все. А потом уже, когда он поступил в университет, а я еще ему сказала, я говорю, если ребята будут там тебе говорить, о, ты боишься маменькин сынок, там то другое, я говорю, ты скажи, что никакой не маменькин сынок, я просто не хочу сам курить. Все.